Можно я спросить вам вопрос? Да, конечно Вы любите участие? Давайте я закричу пока Ага 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 The first time we tried to get to the Duchy of Stalin 5 years ago. But it wasn't easy. Because there aren't many people who wish to visit Stalin's summer residence. And excursions were not regular. Now everything has changed. The first call was successful. We had several evening excursions at our disposal. We also wanted to get killed from Stalin Построена задача была в 1936 году, прошлого дня, для отдыха и оздоровления в основном, для оздоровления, для того, чтобы наш вождь мог здесь принимать мацессинки, сероводородные воды. Вы знаете, что такое мацессинка? Необыкновенная вода. Для этого построили. Предполагалось, что процедуры ежегодные эти были. Каждый год это было восстанавливать. Их хватало 10, а на 1 смеси. Через 1 смеси заканчивалось восстанавливать. И потому кремлевские врачи рекомендовали настоятельно принимать их ежегодно. Ему проблемы большие были с опорным аппаратом. В 1934 году было принято решение о постройке этой дачи. В 1936 году она была построена. В 1937 году Сталин сюда приехал. Приезжал на бархатные сезоны. Свита у него была постоянная. Начальник охраны генерала Васильевна, личный секретарь Паскалин. Если хотите, посидите. Всего доброго. И дети. Василий и Светлана. Вот эти люди, которые здесь жили на этой даче Паскалин. Да. И офицеры охраны. Тоже здесь не обязательно проживали. Личный состав отдельно находился. А весь обслуживающий персонал был наемный. Наш местный сучас. В последний раз он здесь был в сентябре 50-го года. Это дача пятая. Сталинская, которая официально позиционируется. Где находится? Под Москвой. Ближнее здание. Ближнее. Это Кунцевское. Иисус на горе умер. Где в Абхазии. Наша самая большая, самая вкусная года постройки. Всех их проектировал из сопорожного строительства. Это один архитектор Миронович Мержанов. Все выстроены в одном архитектурном стиле. Так называемые сталинские импиры. Системные официальные названия архитектуры. Не всем понятно архитекторам, что это такое. Очень они не похожи друг на друга. Если вы где-то еще дачу Сталиного увидите, сразу поймете это оно. Они все однотипные, просто разного размера. Зеленый цвет присутствует везде. Этот цвет природный. К маскировке это никакое отношение. Это действующий пансионат. Это не дом, музей, не усадьба. То есть экскурсионный маршрут, по которому мы сейчас с вами пройдем, он существует в Купе. Действующая пансионата. То есть 12 номеров у нас есть. Нам приезжают люди отдыхают. В 13-м году мы остановились по приему отдыхающих. Проводим сейчас реставрацию. Впервые с года постройки. Более чем за 17 лет впервые мы ее реставрируем. Дача взята в аренду в 2007 году. Очень такой большой фирмой государственной. Мы сами не знаем, кто они такие. Вот они за свои деньги. Это работа праздника. До олимпиады мы успели перекрутить крышу, обновить фасад. Вот это фасад обновленный. 19 лет. Очень долго его обновляли. Краску не могли подобрать. Докопаться до состава оригинального. Но все-таки смогли восстановить. И вот это сейчас, конечно, красота. Она уже обновленная. Реставрация идет по защите памятников. Очень строго относятся ко всем вещам. Это радость у нас. Поэтому, не знаю, когда мы откроемся. Очень правильно сказать. Когда он умер в 1953 году, дачу-то законсервировали. Никто сюда не приезжал отдыхать. Она обслуживалась. Был обслуживающий персонал. Но Никита Сергеевич сюда никого не пускал. Неизвестно почему. Потом через несколько лет она была передана. Управление определаться как АПСС. Суховская была дача закрытая. В 90-х годах передана санаторий Загерная Роща. Была ее структурно-потреблением. В 2007 она уже как участник. Реялся памятником истории и культуры. Но не архитектурой. Поэтому ее не смогли купить. Только за его армию. Вот весь второй этаж у нас замер. Жилые манерами. Здесь и на первом этаже. Здесь на первом этаже два ресторана и зала. Внизу подсобные помещения. Вот этот блок первого этажа. Это зона отдыхов. Вот и стальни. На блоке на зал. Мы работаем с 10 до 16. Я в 16 часов у нас посидим. Каждый час. Каждый час. В 10, в 11, в 12. Сейчас дача закрыта. Понимаете? Уже экскурсия закончена. Остановка Зеленая Роща. Работаем каждый день без перерыва. Дайте до остановки. Перейдете на следующую сторону дороги и спросите. Да. Маленькая. Похожа. Да. Маленькая. Похожа. Похожа. Прямо у меня. Маленькая. 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 Большуюaines и по Zielin. Маленькая. Маленькая. Вм education. Последний аэриста. Маленькая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Масковая фигура, которая перед собой видит, это выточная, так мы называем, тропологическая копия. Все сохранено до миллиметра, все пропорции. Создал ее один грузинский архитектор с большим приятелом, любитель стального специального нашего людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот Сталин по этому поводу пишет, когда ночью вердикт, мы изучили вопрос о Сухаревой башне и пришли к тому, что надо обязательно снести. Предлагаем снести Сухаревую башню и расширить движение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видeration Субтитры создавал DimaTorzok Одну к самому falou Субтитры создавал DimaTorzok Ничего не было скинувшего, никакой защитной функции, противопоявление, если кто где-то читал, что специально это сделать. Да, пульский волос, он удерживал пули. Казаки раньше бурки носили с пульского волоса. Заслевала она в 2-2 кг. Ну это просто по времени не так делается. Вот сохранился еще стол его личного секретаря пульского. Все вот эти принадлежности, которые на нем, это все не было. Благодаря Грузинской республике в 1940 году. Никакого отношения он к пребыванию Сталина на даче не имели. Каким-то образом вот там попал сюда, когда музей формировался, но в охране. Его родина груза и в 1940 году в таком месте. А вот этот секретарь корейской березы остался в кабинете его секретаря. Они здесь очень-очень много работали. Они только отдыхают для публики. Стол песни написал в армию неофициально. Но кто назывался в армию неофициально. Тогда приходил, работал с армию неофициально. Банкет на стол и буфет находились в ресторанном зале. А вот эти фото, которые выставлены здесь на сцене, это уже сделаны на даче ближней. К сожалению, фотографий, которые бы мы располагали, которые бы тут запечатли на данной даче, у нас нет. И существуют ли они, никто не знает. Может, они закрыты. Он вообще был нелюбителем категорифироваться, не сниматься на пленку. Это «На ближняя удача» со всеми с вами тремя дни. Яков Светлана Васильевна и Вячеслава Морозова, наш выдающийся государственный политический деятель, нарком иностранный дел. Тоже совсем не мимо здесь, в Сася Светлана. Любительская фотография. Ну, это вы знаете, надеюсь, что это такое. Явгинская конференция 1945 года. Конец войны. Конференция лидеров антибитерской коллекции. Черчевский рузовец Сталина. Решался вопрос. Глобальный вопрос современности. Передели границ Европы. И вот на этой конференции, которую Глеб Сталину было предложено создать организацию Дневных Наций. Она, конечно, была позже с Дневной, но вот впервые была обговорена. Первая жена Васильевна Сергеевича. Такая странница. Вот такая красаваца. Очень красивая. Из грузинских князей. Он два раза был женат. Оба брата были осуществлены по великой душой и взаимой. Но она, к сожалению, очень рано умерла. Якова родила, старшего сына. Заболела галерея. Организм не удержала. Слаблен после рода. И вот я сейчас остался маленький совершенно. Был передан воспитание родственникам. Другой воспитывался в Розе. Был взят Сталин в Москву уже. По настроению второй жены его, Надеждой Левуевой. Когда Россия родилась, отмалентировалась. Уже около 12 лет и не было. Потом Седра родилась. Ну, тогда он уже был в семье. Надежда. В 32-м году он покончил даже самоубийство. Он достанется. Никто не знает до сих пор почему. Поэтому на этой даче он никогда не был. Он был в плену, в 43-м году он был в плену. В 43-м году он спровоцировал свою убийство. Выпрыгнула. За второго этажа тазармы. И как бы при покупке бегу был убит. Василий. Блестящий молодой человек в свое время. Мирал в своей лице. Гулятка, пьяница. Это нешедушный человек. Прекрасный дом. Как только Сталин умер, его хорошо прегрессировал. Но не помню. Посадил в тюрьму. Потом же он его уже и реагитировал. Но в Москву уже не пустил. Он посолствовал Казань. Умер в 42-м году. В этой Казани ужасно состояние. Ну вот облели вот это, к сожалению. Есть название детей, которое должен до старости. Это рода Светлана. Вот она крыльевская принцесса. Вот ее одна из последних фотографий. Она здесь остановилась дочкой Умли. Которая родилась в США. Куда она перегревала в 38-м году. В 2011-м году она там умерла. Казань не перестала. Из Лука встали на двое живы. Это вот дети Светлана. Осева Катя. Осева уже нет давно. Вот Катя жива. Носит фамилию Штанова по фамилии своего отца. Она в Умко Мулово живет в Петербургском участке. Не в самом городе, не далеко. Но она совершенно себя не как не указывает. Как внучка Сталина живет у Ленинерна. Ни с кем не общается. Очень замкнуто живет. Вот эта девочка Оля Петербург. От Ленинского брака рождения Светлана. Она живет в своем масштабе. Он вышел и поднялся. Здесь выглядели. Светлана-Ванан Спирайловна. Присаженный фамилий Беларуиз. Уваженный фамилия лавантом на двое. В 1927 годах рождения с Ванской полете. Из Калибанской полетой. Более у кого-то принадлежит. Там еще не хотели. Уважен с Ванской полете. Но и Р CHRISiti. Уважен с Ванской полетой в 1927 году. В 2007 году мы перетянули. Мы не украли. То есть люди, которые у нас отца. Изготовил Якова Моцена, такой прекрасный мастер, расстроен он, по-другому, там подлечего есть. Вот это один из его шедевровок. Парок я здесь остался, сталинский, мы его не постармировали. А толкины устали тоже, только поры. Вот эта дверь, вся столярочка тоже сталинская. Габелены эти уже были от позднего времени. Прежние все исклеили, поменяли на новое, но стилизованное, как первоначально. И вот эти две картины здесь тоже были. Почему такие сюжеты выбраны уже не могу вам сказать. Хотя, конечно, она была здесь на картине, но она здесь и находится. Игра вот так, практически, на перелядке. Очень любил, но плохо играл, в силу того, что у него была тронирована левая рука, еще в детстве. И у него плечевые локтевые суставы, немножко в порядке были. Все степени совмели, левая рука не щетчала, поэтому не мог он быть блестящим игроком, так сказать. И часто проигрывал на пильярде, и не любил, чтобы ему хору давали. Пресекал это все. Была у них такая-то эта традиция, в кремлёвской поре, проигравшую партию на пильярде, залезал под пильярдный стол и пухарелил. Александр Пухарелилович, в честь Ленина. У вас прекрасное чувство. Пожалуйста, надо тратируйтесь. Искепя очень старый, сталинская пора. Его размер. Но не могу на себя задерзать, утверждать, что это именно уличный. И размер левого. И должен доставать в одну северную. Финальный размер. Пожалуйста, фотографируйтесь. И выходите на улицу. Я вас не дораду. Потому что все, но на соплях держится. Я надеюсь... А вот, не знаю, на языке. Даже можете на диван присесть. Пока его не другаете. Хорошо. Потому что, когда Бог палец отвлечит, меня потом боится. Понял. Конечно. Интересно, кто играет? Советчинивым. Воспост siihen. Удачи на месте он не помenzал с ума. Интересно. Интересно. Наруша говорит имя поп�чинья. Хорошо. Так, кто у нас продолжает экскурсию, подкатите, пожалуйста, к дню. Кто здесь не был в этой части? Это сталинская книга, это жесть и макутная дочь. Дверь эта с 1936 года сохранилась, ничего не меняло, все осталось как было. Стекло, бурный хрусталь, 8 миллиметров толщиной, вся фурнитура 1936 года, все замки сохранены, ключи, которые к ним придавали всеми местными чьей-вейцами. Проходите, пожалуйста, в дом. Вот это все покрытие, вся древесина, это все оригинал. 15 пород древесины использовала в Бекуре Тачи, очень много. В основном, конечно, влагостойкие породы, старались как можно больше употреблять, такие как дуб, граб, дуб. На всех террасах вы видели, вы видели, это листилица, уже новая, уже не сталинская, новая, это уже сбилось. Дерево высушивалось по полку, декорировалось уже вот в таком виде. Все посажено кайзинамки. Да, гвозди не использовались, потому что большая влажность была. Вот в таком виде все существует, все святильники и бра сохранились. Мы здесь только отцепливали паркет, больше ничего не делали, делали не будем. Нам реставраторы запретили. Это дерево лучше сделать невозможно. Но в таком виде сохранится очень долго. Вот за этой дверью, на которой цифра 8 написана, здесь был кабинет Иосифа Васильевича. Сейчас там вот новинный люк, 105 квадратных метров. Ну, он находится сейчас на реставрации, еще раз повторюсь. Здесь напротив кабинет или комната. Здесь жил начальник, который был влажный. Это комната, где-то тоже она сохранилась в оригинале. Шахматы сталинские, правда, я не представляю, но поделку сталинские. Ну, вот этот портрет и военник, конечно, уже более позднее переданошло. Вот хозяева привезли на стабильные пункты. Здесь можно сфотографировать, сошмар шахматы взять. Почему она называется комната «Игуль»? Она сопряжена с бассейном. И после пассейна вот здесь отдыхалку, жилку, играл шахматы. Прогай, где-то, пожалуйста. Попозже вы так пойдете. Пойдем. Пожди, мы можем начать здание. Следовательно, что здесь, можно сказать, в баровом, в бутылке. Все здесь уже изменено. Оригинального ничего не осталось. Когда только этот бассейн выстрелился, было такое остекление французскими кухнами до кона. По типу ласточкиного гнезда было сделано. Панорама была прекрасная. Ну, потом вот это все переделали. Чаша бассейна осталась неизменной такого же размера. И вот эта лестница осталась. Эта лестница осталась. Только мы не допускаем. Только водой. Лапочка сжимается, она сухой, упирается. Таким образом сухой упирается. Больше ничего неизменно. Ну, комокель прияла. Если за 70 лет не заплеснила, значит, все было сделано так, как нельзя было случиться. Я вам сейчас еще расскажу, как минимизация. Он всегда не говорил, что как он применил. Он не любил. Когда не стерелился, они... Но по силам вечным пролетам всегда были дорожки, как он применил. Мать от родителей, когда еще он не стал. Это нужно новое уже. Куда-то назад мы хотели поменять. Вот эти держатели металлические остались 36-го в ночи. Очень сложно с ними обращаться. Каких инструментов нет, но мы терпим. Все здесь осталось в историческом виде, поднимая. Вот эта обложка, это генецианское стекло. Турно-ручная работа оригинальная. Вот она тематрой в Буасе. Турно-режим, начальник охраны. Включай. Люди у нас есть два. Здесь начинается второго этажа, вот за этой дверью, вот эта вот цифра здесь, при столе, конечно, никакой нумерации не было, естественно. Здесь Вася жил, Василий, а в этом номере Синька жил. Вот пять номеров, которые у нас сохранились в историческом виде. В каком плане? Декор деревянный, там присутствуют. Вот эти двойнижние кабинеты, спальни детей и спальня самого Сталина, которая находилась вот где-то в Пальмарске в Пальмарске. На код есть номер шесть, там был, сейчас у нас номер шесть. Там был аэроспальник. Здесь тоже все сохранилось, вот эти скотушки, в городе хрустали, эти фасочки какие интересные, вся формиторка, все здесь уже так и осталось. Только полыциклеводы. Проходите. Здесь можно составы садиться. Это Сталнгеря Возьмин. Вот он назван камином, в честь этого прекрасного камина. Тоже по проекту архитектора Мержанова был создан. Оригинально, в одном из деталей Сушетков, в рабочем состоянии. Мы его созданы до сих пор. В зале у нас работает, мы принимаем гостей очень часто. Часы, которые вы видите, вот эти кабинеты, они действительно стали продвинуть и стали. Все светильники, брат, все это оригинально осталось, потолки, все-все-все. Особых торжеств здесь не было. Ходы были очень камерные, сильные. Ни пьяных, ни гуляных, ничего здесь некраски не было. Просто мы могли сюда прийти и положим. Чай пью его там на веранде. Сюда пройдете, там прекрасный воздух, всегда там прохладненько. Вот этот вот балкон во внутренний дворик уходит, тоже посмотрите. Оттуда открывается панорама на дворах. Ну, вот все, что мы можем рассказать, показать. Я вас тут оставляю на натосессию. Побудьте здесь. Вопросы какие-то есть, спрашивайте. Если возникнет, спросите меня. Оно в bigле. Какие друзья? Я вас здесь. Вместе. Какая разница? Какая разница? Пусть, ааааа? Это махачки, аааа. Оно в два. Какая разница мхат. Кого? Хатк. Кого-кого? 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 Я стараемся. Какая разница? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok